Всем привет, уважаемые гости и подписчики канала. В этом выпуске я предлагаю вам вспомнить один старенький, но весьма классный боевик с великолепным Антонио Бандерасом и очаровательной Сальмой Хаек в главной роли. Думаю, в 90-е многие из вас смотрели этот фильм как на видеокассете, так и по простому телевизору, и скорее всего в переводе Сергея Пиздюнова, ну или Гаврилова с Пучковым. Фильм получился удачным, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения зрелищности. С момента выхода прошло уже более 25 лет, и я решил показать вам, что стало с героями фильма «Отчаянный» спустя это время. Пишите в комментариях, смотрели ли вы этот фильм и как он вам. Приятного просмотра. Начну я с главного героя фильма «Отчаянный» Эля Мариаччи, которого сыграл 35-летний актер Антонио Бандерас, к тому времени уже будучи очень популярным и востребованным. Его первое признание пришло после фильма «Мотадор» 1986 года выхода. После «Отчаянного» будет много классных ролей, которые не заканчиваются и по сей день для 61-летнего актера. Жакин де Алмейда в свои 38 лет сыграл Буча, весьма заметного персонажа в фильме. Для актера это была далеко не первая роль, но свою популярность он получил не в «Отчаянном», а после съемок в фильмах 90-х годов. Прямая явная угроза с Харрисоном Фордом «Только ты» и, конечно же, сам «Отчаянный». Однако развитие карьеры особо не получило. Актер продолжил играть различные роли в крупных и мелких киноработах, чем и продолжает заниматься по сей день в возрасте 64 лет. Дэнни Трэхо в роли Навахаса, что с испанского переводится как «ножи», сыграл в «Отчаянном» свою очередную эпизодическую роль, у которых в его 51 год к тому времени уже скопилось предостаточно. Напишите в комментариях, когда вы впервые увидели этого актера на экранах. Лично я увидел его в первый раз как раз именно в этом фильме. Дэнни Трэхо снялся уже в более чем 400 фильмах и не планирует останавливаться. Сейчас ему 77 лет и в его планах съемки в более чем 10 кинолентах. Замечательный режиссер Квинтон Тарантино к тому времени уже успел выпустить свое криминальное чтиво, а затем сняться в «Отчаянном» в роли пикапера. Сделал он это по просьбе своего друга режиссера Роберта Родригеса. К тому времени Квинтину было 32 года, и естественно многие знали его именно как режиссер. Его бешеные псы завоевали любовь многих миллионов зрителей по всему миру. Ну а про криминальное чтиво и вовсе говорить нечего, это хит на все времена. Сейчас режиссеру 58 лет, и за его плечами множество своих кинолент, в которых он сам изредка снимается в маленьких ролях. Роль Бармана сыграл Чич Марин, 49-летний американский актер, получивший свои первые лучшие славы в далеком 1978 году в фильме «Укуриные», где сыграл главную роль. В целом эта франшиза и сделала актера безумно популярным, потому как после этих фильмов актер практически не снимется ни в одном фильме на ведущих ролях, пока не появится в кино отчаянно, после которой карьеру удастся перезапустить. Сейчас актеру 75 лет, и он продолжает сниматься в кино. Девушку, которую звали Замира, сыграла Энджел Авилас, практически неизвестная актриса, сыгравшая за свою карьеру в всего 16 фильмах. И отчаянной является самой крупной работой актрисы в кино. Тогда ей было 20 лет, и после этой роли она сыграет заметную роль в фильме «Весна Скорпиона», того же года выпуска, и можно сказать пропадет с экранов, снявшись за следующие 27 лет всего шести кинопроектах. Сейчас Энджел Авилас 47 лет. Правая рука в исполнении Карлоса Гомеса, 33-летнего актера, также была самой крупной ролью за всю его не очень большую карьеру. После съемок в отчаянном, карьера актера практически никак не изменится. Он сыграет множество малозаметных ролей, среди которых особняком стоят киноработы в «Ваду», «Акула» и «В канун Рождества», где у него более заметные роли. Сейчас актеру 60 лет, и последняя его роль была сыграна в 2021 году. Совсем крохотную роль сыграл Рича Гоана, 33-летний актер, который так же, как и Энджел Авилас, сыграл всего в 15 фильмах, и нигде не был на ведущих ролях. В фильме «Отчаянный» он сыграл парня, открывающего кейс. Сейчас актеру 60 лет, и он, видимо, закончился съемками, так как последняя его роль была сыграна в 2015 году. Актер Стив Бушами исполнил небольшую роль, которую написали специально для него. Правда, как назвать актера, сценарист так и не придумали, поэтому он выступает под своей фамилией – Бушами. К тому времени 38-летний актер снялся во множестве киноленд. Правда, играет там достаточно незначительные роли, за исключением разве что ролей в фильмах «Бешеные псы» и «В супе». После съемок «Отчаянным» будут съемки «Фарго», «Большой Лебовский», «Крызычный мир» и множестве других громких киноленд. Но к настоящему времени актер вновь играет старостепенных персонажей в кино и сериалах. Сейчас Стиву Бушами 64 года. Герой Кампа был сыгран мексиканским 29-летним актером Карлосом Гальдиардо, ставшим известным после своей дебютной роли в фильме «Музыкант», где он сыграл главную роль. Фильм, кстати, тоже снял Роберт Родригес. После фильма «Отчаянный» актер не снимется ни в одном фильме на ведущей роли. Да и вообще, после 1995 года за 15 лет он сыграет всего в 11 кинолендах, среди которых вы можете знать разве что «Планету страх». Сейчас Карлосу Гальдиардо 55 лет, и последняя его роль была сыграна в 2019 году. «Отчаровательную красавицу Сальму Хайек в то время знали не так много любителей кино. В 1994 году она сыграла в фильме «Гонщики» и влюбила в себя многих зрителей. Фильм «Отчаянный», где она сыграла Каролину, помог актрисе добиться успеха в Голливуде, и в дальнейшем ее ждало очень много главных ролей в фильмах, ставших впоследствии культовыми. Актрисе сейчас 55 лет, и она по-прежнему востребована в Голливудском кино. Еще одна крохотная роль Кристоса была сыграна обладателем черного пояса по карате. Актеру и спортсмену на тот момент было 34 года, и он практически не снимался до этого фильма. Но в дальнейшем он не станет востребованным, и продолжит играть мелкие роли, самой крупной из которых станет капитан лодки в фильме «Глубокое синее море». Сейчас Кристосу 61 год, и он с 2013 года не снимается в кино. Спасибо за ваше внимание. Не забывайте подписываться и включать уведомления. До скорых встреч!